Я благодарна за теплые ваши слова, но вы должны понимать, что и голос, и взгляд, и та энергия, которая от меня идет, это ваша энергия. Я как зеркало. Ну, знаете, у каждого человека есть свое предназначение. Мое предназначение быть зеркалом душ людей. И моя задача хранить это зеркало в чистоте, без своих каких-то представлений мешающих, без каких-то амбиций, я отражаю вашу красоту. И поэтому такая трогательная встреча самого с собой. Но, милые мои, дело в том, что все люди отражают нам что-то. И очень часто мы даже не замечаем, что прекрасные наши друзья или любимые, или какие-то публичные личности, которые вызывают в нас глубокую симпатию сердечную, это тоже грани нашей внутренней красоты. Я прошу обратить вас на это внимание. И когда мы видим тех, кто нам не нравится, тех, кто вызывает у нас отвращение или чувство желания изгнать из своей жизни, это отражение давно захороненных частичек нас самих. Когда-то в мире борьбы добра и зла, в бесконечных войнах, в ужасном дисбалансе гендерных отношений, когда мужчины и женщины вели непримиримую войну внутри каждой семьи, по сути своей, манипулируя, испытывая обиду, несчастье и так далее. Мы все, мы все играли роли, которые, скажем так, сейчас не хотелось бы вспоминать. И простым маркером того, что в нас это не исцелено, является наша реакция на других. Когда мы видим что-то, что вызывает в нас протест, возмущение, гнев, отвращение, какая-то частичка нас, покалеченная, не принята нами. Милые мои, никто от счастья не причиняет другим боль, никто от счастья не убивает, от радости. Все те, кто приносит в этот мир, в этот игровой мир, в это кино, в котором мы живем, аспект борьбы, страданий и утрат, они вынужденно выполняют это, потому что сами лишены той самой любви, которая так ярко лучится вот сегодня из ваших глаз. Отчасти благодаря тому, что я со своей командой и с нашей небесной командой создали пространство, в котором мы можем отразиться друг у друга. Поэтому как прекрасное не надо отделять от себя, это тоже вы, так и ужасное не надо отделять от себя. Надо понять, что это был такой опыт. Был. И я повторяю, это всегда страдающая часть. Найдите в себе желание понять и простить тех, кто сейчас творит какие-то беззакония, жестокости, еще что-нибудь. Все не случайно в этом мире. И наша с вами способность, с одной стороны, естественно, ну как вам сказать, свою безопасность охранять. Это нормальное положение в физическом мире. Но понимая, что каждый агрессор – это, по сути, свой тяжело больной человек. И вот это вот две стороны медали. С одной стороны, неприятие чего-то в этом мире, а с другой стороны, идеализация чего-то прекрасного. Я хочу сказать, что и то, и другое – это просто опыт. И ваша способность слышать себя и ощущать вот это чувство дома, когда вы оказываетесь в пространстве, ну даже трансляции, не только курсов. Вот все безопасно. Ведь для очень многих людей дом – это не место, где безопасно. Дом с родственниками – это место напряжения, потому что очень разные грани, очень разные интересы, потому что мы живем на исходе времен. Выворачивается, как вот рубашка наружу выворачивается. Вот так же долгое время у нас был мир швами наружу, а сейчас он выворачивается на лицо. И мы увидим вместо спутанных ниток с задней стороны ткани, мы видим покрасивый узор, который получился в результате всего этого человеческого опыта грандиозного. И наша благодарность себе и наше принятие себя является ключевым инструментом мягкого выворачивания вот этого прошлого. И я восхищаюсь вами так же, как вы благодарны мне. Я уже не раз говорила на трансляциях, я бы никогда не могла быть этим проводником, если бы мне нечего было отражать. Я всегда говорю, чувствую, дарю то, что я получаю от вас. Мы едины. В этом смысл текущей эпохи. Спасибо всем вам. Благодарю.